МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Неограниченные возможности». Я ее ведущая Татьяна Пудова. В этом выпуске фантастическая разработка ученых помогает детям с ДЦП. Виртуальный тренажер для маленьких пациентов тестирует в Самаре. Он помогает восстанавливать утраченные рефлексы. Экскурсионный тур по старым улицам Самары. Готовимся к чемпионату мира по футболу. И эксперимент месяца, каково это, играть в бильярд сидя. Самаре выпала честь одной из немногих российских городов реализовать проект Центра семейной реабилитации инвалидов. Участниками стали люди с рассеянным склерозом. Десять месяцев они доказывали, что все возможно, нужно только захотеть. И их примеру последовали инвалиды еще из четырех городов России. Чем живут эти люди сегодня и каковы их успехи? Расскажем. Кисть, кисть, кисть работает, кисть работает. Быстрее, 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 медленно. Быстро, быстро, быстро. Простые движения, большие усилия выполнять упражнения помогает подготовленный тренер. Занимаются с мячами. Здесь у каждого своя судьба, но одно общее горе – рассеянный склероз. Однако это не повод отказаться от занятий физической культурой. Скорее мотивация. Тренер своих пациентов называет шмелями. Мы преодолеваем трудности, но стремимся делать невозможные. И это происходит на самом деле. То есть на самом деле практика показывает, что физкультура или адаптивная физкультура, как называют, она поднимает людей. Мы делаем те упражнения, которые кажутся невозможными, но мы их делаем. Заниматься чем-либо с их недугом – уже подвиг. Болезнь не связана с расстройством памяти. Это сбой в иммунной системе, который поражает нервные волокна. Грубо говоря, иммунитет сходит с ума, и защитные механизмы организма начинают работать против него самого. Поражает нервную систему атака за атакой, делают человека инвалидом. Но здесь никто не говорит о недугах, только вера, спорт и искусство. Картинки, открытки и талисманы из муки и воды помогают не опускать руки. Технологию лепки из соленого теста изучают методом проб и ошибок. Все настолько просто, рассказывает мастерица, что даже у ребенка получится. Это полет фантазии. Ошибиться здесь невозможно. Тесто – очень приятный, податливый материал, который в руках просто приобретается любая форма. Почти за год участники студии научились делать настоящие шедевры. Успокаиваешься очень. Думается хорошо. Мне, например, нравится то, что не на ногах, а сидишь и рисуешь. Ну, для мелкой моторики очень хорошо. Их день расписан по минутам. Творческие занятия сменяют лекциями по психологии. Все в рамках федерального проекта Центра семейной реабилитации инвалидов. Стартовал он 10 месяцев назад. Самара получила средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации на основании конкурса, проведенного благотворительным фондом «Покров». В проекте в этом участвуют пять регионов базовых. Вот Самара – центральный регион, с которого все списывают, на который смотрят и подражают. Это Омская область, это Воронежская область, это Ростовская область, непосредственно город, и Краснодарский край. За 10 месяцев реализации проекта более 2200 услуг получили более 1500 человек. Плоды реализации проекта уже почувствовали. Каждый сделан над собой большие усилия. У кого-то успехи сразу, у кого-то потом, но они есть у всех, отмечают тренеры. Останавливаться на достигнутом не собираются и готовят новый проект. Виртуальная реальность ставит на ноги. Самарские ученые разработали тренажер для нейрореабилитации. Он помогает людям с ДЦП восстановить утраченные рефлексы. Сейчас прибор проходит последние испытания и планируется массовое производство. Заставить плыть дельфина движениями рук – задача для маленькой Ани невероятно сложная. Тело не слушается, внимание не концентрируется. Но родители девочки решили использовать и эту возможность. Тренажер для реабилитации детей с диагнозом ДЦП. Увлекаясь игрой, ребенок должен научиться выполнять движения за героем на экране. Родители решают опробовать еще одну разработку Самарского медуниверситета, аналогов которой в мире еще нет. Тренажер для вертикализации людей, утративших возможность ходить. Надев очки виртуальной реальности, пациент попадает в пространство, где видит себя идущим по футбольному полю. За реалистичные шагательные движения отвечают пневмоманжеты на ногах. Такие игровые моменты, которые предлагает Институт инновационного развития, позволяют ребенку, в общем-то, не слушать никакие команды, а просто управлять движущимся вот таким, назовем его, виртуальным объектом. И чем быстрее перемещается такой объект для нас, тем более симметрично работает нейромышечная система. Мне кажется, вот такая разработка и специальные виды физического тренинга, потому что нужно укреплять мышцы, включая молчащую часть нервно-мышечной системы. И тогда у ребенка достаточно быстро формируются новые двигательные, как мы говорим, паттерны. И родители видят эффект очень быстро. Ну, в общем, как-то в семье появляется большая надежда на то, что ребенка нужно довести до какого-то нормального коммуникативного, двигательного уровня. Нейрореабилитация – одно из направлений совместной работы врачей и IT-специалистов. Медицина будущего становится медициной настоящего в основе этих программ реабилитации – технологий виртуальной реальности, биологической обратной связи. Идея этого прибора в том, чтобы соединить визуальные ощущения больного и тактильные ощущения, передаваемые на стопы. Больной чувствует давление на стопы в той последовательности, в какой происходит шаг с пятки на носу. Мы скорость уменьшали, увеличивали и увидели, что, в общем-то, положительная реакция ребенка. И вертикализатор, и дельфин на стадии доклинических исследований. Разработкой для детей с ДЦП заинтересовалась региональная Минсосразвития. Сейчас ведутся переговоры о возможности ее внедрения в госпрограмму «Доступная среда». Теперь у маленькой Анны есть шанс начать ходить. Экскурсионный тур для людей с ограниченными возможностями провели в Самаре. Путь лежал по улице Куйбышевой. Это один из немногих маршрутов, по которому пройдут гости чемпионата мира по футболу в 2018 году. Мы согласились на эксперимент и отправились в культпоход. Идея исторического ликбеза в непринужденной форме прогулки пришла в голову участникам инклюзивного клуба добровольцев. Поводом стал недостаток знаний о улицах старой части Самары. Тогда они предложили всем желающим вместе расширять кругозор. Сегодня мы с вами собрались на экскурсии, которая будет посвящена у нас целенаправленно одной улице. Это улица Куйбышева, улица Дворянская, улица Выставочная, улица, ну, наверное, главная улица нашего исторического центра. О встрече энтузиасты договариваются в интернете и в назначенное время собираются в назначенном месте. В принципе, у нас очень интересная история города, у нас очень красивый город. И существует команда экскурсоводов, которые проводят экскурсии для людей, для молодежи, для людей разных возрастов, и это интересно. Но, к сожалению, люди с ограниченными возможностями находятся немного за бортом этих экскурсий, потому что не все маршруты проработаны и не везде можно пройти. У нас возникла идея адаптировать маршруты, которые доступны всем, которые, это не какие-то специализированные закрытые маршруты, это обычные прогулки по улице Куйбышева, это будут прогулки по паркам. Маршрут познавательной прогулки – центральная улица, по которой будут водить гостей города с ограниченными возможностями здоровья во время чемпионата мира по футболу. Сегодня прошли по улице Дворянской. От драматического театра до площади Революции. Направо, а потом налево любознательным горожанам предлагают посмотреть экскурсовод Александр Андросов. Он убежден, что гулять по улицам нужно хотя бы с небольшим историческим багажом. Допустим, мало кто знает про стены драмтеатра. Мало кто обращает внимание на стены нашего драматического театра, которые сложены из первого самарского кирпича. Первопроходцем в этой индустрии был Дмитрий Шигаев, и на кирпичах нашего театра выбито его клеймо «З. Д. Шигаево завод» Дмитрия Шигаева. В 1839 году хватило храбрости в абсолютно деревянной Самаре связать свою судьбу с кирпичом. И он был очень успешен, потому что его наследник Алексей Шигаев к началу 20 века становится крупнейшим кирпичным производителем в нашем городе. Исторические променады укладываются в два часа медленным шагом. Лекции в ритме прогулки убеждены инициаторы. Импонирует как раз непринужденной формой. Маршрут достаточно удобен, то есть больших ступенек таких нет, непреодолимых. То есть на коляске, на электроколяске вполне удобно везде ездить. Маршрут на машине я часто очень проезжал, и на здание не обращал внимания. Сейчас специально выбрался на экскурсию, чтобы узнать получше свой город. Принять участие в экскурсионных прогулках, узнать истории старых улиц Самары, его особняков и парков теперь можно на открытых лекциях местных краеведов. Просветительские променады устраивают для всех желающих. Маршрут пеших прогулок задавать могут и сами горожане, если у них появится желание пополнить дефицит знаний о какой-то конкретной улице. Мы продолжаем знакомить с мастер-классами, которые проходят на доступном пляже в Самаре. В этот раз там развернулась настоящая школа искусств. Пришли люди, которые и умеют уже рисовать, и те, кто только хочет познакомиться с секретами красок. Искусство как психотерапия в нашем следующем сюжете. Пляксы ставить и пятна ставить у нас могут в любом случае, в любом состоянии. И из этих разных пятен мы делаем картинки, шедевры. Здесь законы света и композиции не имеют никакого значения. Здесь просят отказаться от условностей, рисовать кисточками, трубочками, руками. Интуитивно, как это делают дети. Забыть о традиционных законах живописи. Если пять минут понаблюдать за творческим процессом, сразу ясно, художники здесь с характером. Их не пугает, что на одежде можно поставить кляксу. Художники на все готовы ради красивых рисунков. Мне этим нравится заниматься. Думаю, просто нечего делать. А тут приезжаешь, ты делаешь хоть что-то. Ты приходишь сюда, ты общаешься с новыми людьми, знакомишься, рисуешь, занимаешься любимым делом. Организаторы убеждены, что такая живопись избавляет от комплексов и заставляет позитивно смотреть на жизнь. Миссия живописи исключительно терапевтическая. Кистью и красками можно бороться со стрессами и низкой самооценкой. Главное – позитивнее смотреть на жизнь. Пришли те, кто в рисовании очень неуверен и сам себя убеждал, что он не умеет рисовать. Это чтобы повысить самооценку, что все-таки, несмотря ни на что, может. Мастер-классы по такому живописному раскрепощению заинтересовали и тех, кто просто пришел на пляж отдыхать. Свои внутренние эмоции я могла выразить на небольшом листе бумаги. И появляется просто заряд какой-то энергетический от того, что ты видишь, и от того, что тебя твои же соратники, сидящие за столом, подхваливают. И, в общем-то, конечно, получается просто хороший день. За несколько часов арт-терапии каждый пациент нарисовал свое полотно. Анастасия Карпенко психологических оценок не дает. Ее интересует процесс и совсем не интересен результат. Сами ученики говорят, хотя о живописи как таковой они ничего так и не узнали, сам урок заставил их раскрасить житейские будни. И эксперимент месяца. Мы решили узнать, насколько интересен бильярд инвалидам-колясочникам. Как прошла джентльменская игра, смотрите далее. Наш герой Андрей Чедаев к инвалидной коляске 10 лет назад его приковала. Автокатастрофа. Но он не сдался, обожает спорт, в том числе бильярд. Вид спорта окутанной массой тайн. Разгадать их помог мастер спорта международного класса Артем Зотов. Приветствую, Андрей. Привет. На нашей первой тренировке. Сегодня попробуем изучить какие-то основы техники удара. Хотя бы попробуем забивать чистый шар одиночный в лузу. Первым делом твоя задача вообще непосредственно поставить удобный хват, чтобы линия удара у тебя проглядывалась. То есть кисть смотрел через шара прямо в центр лузы. Это самая первая задача бильярдиста. Самое сложное на начальном этапе обучения – это непосредственно, конечно же, правильная стойка, поставленная у бильярдиста, и видение линии удара. Давай сейчас попробуем поймать какую-то удобную стоечку, чтобы хотя бы нанести удар в центр шара. Попробуй аккуратно. Вот. Вот, вот, вот. Бильярд еще называют шахматами в движении, потому что все ходы нужно просчитывать, а руки должны взаимодействовать с головой. С первого раза завести шар в лузу не получилось. Чтобы улучшить свои возможности, одеваем перчатку. В бильярде каждая мелочь может стоить шара, поэтому мел для бильярда – тоже важный аксессуар. Мел непосредственно наносится профессиональными игроками вообще перед каждым ударом в игре. Ну, на тренировке обычно где-то раз в три-четыре удара требуется мелить кий. То есть что такое мел, да? Это непосредственно помогает он нам материал такой для сцепления шара с наклейкой. Вот эта вот вещь на кие бильярда называется наклейка, она меняется. Соответственно, наклейки тоже бывают разные. А правильно на самом деле мелить лишь вот так вот, легко касаясь именно наклейки. Вот. Касаемся наклейки и полностью ее промеливаем. На русском бильярде соревнования по трюкам не проводят. Шары тяжелые, а лузы маленькие. Но и здесь Артем берется показывать фокусы. Есть такие интересные удары. Когда шары становятся слепленными именно в линию лузы. Эти шары называются у бильярдистов зайцы. То есть в чем смысл этих шаров? В том, что они слеплены в точке настолько, что тебе не надо вымерять ровные траектории, какие-то углы, винты. Твоя задача просто идеально ударить другим шаром. Вот и все. При этом даже самое интересное, Андрей, самое интересное, ты можешь это делать вот с больших углов. Для того, чтобы фокусу дался, нужно максимальная скорость и вращение траектории выверяется на доле миллиметра. Никакого мошенничества, только ловкость рук и глазомер. Получается именно те задумки, которые, допустим, ты сначала рисуешь картину, как шар должен покатиться в лузу. И когда у тебя получается этот удар, это приносит очень большое удовольствие. Теперь я знаю, как забивать чужие и свои. В общем, мне понравилось очень. Я надеюсь, что я дальше буду заниматься. Физические нагрузки минимальные. То есть очень хорошо, мне кажется, тренирует зрение. Андрей, это приспособление называется машинка на профессиональном миллиардном языке. Но зато среди миллиардистов она называется теща, как ни странно это звучит. Что это за приспособление? Это, получается, инструмент, который помогает тебе дотянуться до ударов, до которых ты не можешь дотянуться. У него получились многие, кстати говоря, непростые удары, которые даже не бьют еще ученики на первых тренировках. Все, как в большом спорте, никаких скидок и поблажек. Партии прошли очень эмоционально. Андрей показал удивительные способности. Он с первого раза освоил очень сложные удары, которые наравне с обыкновенными людьми. Итак, плавный, уверенный ударчик. Молодец. Отлично. Вот ты освоил игру с машинкой, которая гораздо легче получается, в принципе. Я думаю, ты по возможности будешь еще прикасаться к этой интересной игре, знакомиться с ней дальше, и все у тебя будет хорошо. Инвалиды-колясочники осваивают и другие виды спорта. В Самаре создается команда по керлингу на колясках. Паралимпийцы провели первую тренировку. Из Москвы приехал тренер сборной России и показал, как скользить со щеткой в руках. На лед вышла и наша съемочная группа. От слов сразу перешли к делу. Это первая тренировка самарской команды по керлингу. Вид спорта сравнительно молодой. Впервые он появился в 2007 году в программе сурдолимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. В России этот паралимпийский вид спорта начал развиваться 8 лет назад. Главное преимущество – доступность они уже оценили. Логическая игра. Я думаю, что для людей, в данном случае на колясках, которые сильно физической нагрузки не могут такой в спорте показать себя, где мощные физические нагрузки, здесь они как раз могут себя проявить. Потому что это, как нам сказали, это шахматы на льду. Самарские колясочники постепенно осваивают лед. В городе второй год существует команда по слэдж-хоккею. Теперь на очереди керлинг. Мастер-класс дает тренер сборной России из Москвы. Пока начинающие спортсмены должны научиться правильно катить камень. Делают они это не руками, а специальной палкой из стационарного положения. Вполне возможно, уже через сезон кто-то из них окажется в сборной страны. Как для тренера сборной команды, вижу какие плюсы, что здесь очень много представителей женского пола. А так как у нас по правилам должны обязательно принимать участие разного пола, спортсмены в одной команде, а на женщину у нас дефицит, то меня это не может не радовать. Керлинг – далеко не единственный вид спорта, которым занимаются колясочники. Около трех тысяч лиц с поражением опорно-двигательного аппарата занимаются различными дисциплинами спорта кодом. Инвалиды вносят очень большую влепту в славу самарского спорта и за прошлый год завоевали около 200 медалей международного всероссийского достоинства. И из них 85 – это золотые медали. В Министерстве спорта надеются, что керлинг на колясках тоже принесет медали в копилку самарского спорта. По крайней мере, шансы есть, желания тоже. И те, кто вышел на лед, признаются – в своих мечтах они уже на Олимпийском пьедестале. На сегодня это все. Всего вам доброго. Увидимся ровно через месяц. Субтитры создавал DimaTorzok